Всем привет! С вами Денчик и вы на канале Блог Сельского Жителя. И сегодня мы будем менять вот такие вот фильтрующие элементы в водяном фильтре, который подключен к нашему смесителю. У нас вот тут вот такая красота из трех фильтрующих элементов. Первый из них прозрачный, как вы можете видеть по его цвету, его уже давно пора поменять. По инструкции их нужно менять раз в полгода. Вот. Но мы решили заменить раз в год, потому как посчитали, что мы не так часто готовим, не так много используем воды, поэтому у нас вот за год использовалась воды ровно столько, плюс-минут, как должно было бы за полгода у людей, которые ведут активный образ жизни именно в домашних условиях. Так как мы здесь в основном ночуем, поэтому воды мы тратим меньше, и мы решили поменять раз в год. Но, судя по состоянию и по цвету этой колбы прозрачной, наверное, надо было бы все-таки раз в полгода. Ну что, поехали менять. А для этого нам понадобится вот такой вот специальный ключ. Ну что, первую колбу я открутил. Посмотрите, какая красота. Это у нас вот такое вот течет из труб. У кого стоят подобные фильтра, и кто сомневается в качестве воды, лучше менять их чаще. Они не так дорого стоят. Лучше даже не раз в полгода, а хотя бы раз в три месяца. В общем, сейчас я откручу оставшиеся колбы, тоже покажу, в каком они состоянии. Кстати, будет интересно посмотреть, в каком состоянии второй фильтр, второй у нас угольный, и в каком состоянии третий. Третий сделан из такого же материала, как и первый, только более тонкой очистки. Первый 20 микрон, последний фильтр 5 микрон. Ну и посредине угольный фильтр. Сейчас мы смотрим после этого фильтра, в каком состоянии те два. Вот мы достали второй фильтр. Второй фильтр, как я уже говорил, угольный. Он уже не желтый. То есть видно, что первый фильтрующий элемент все-таки кое-как справился. Он все взял на себя. Этот выглядит более-менее. Ну, немножечко пожелтел, но не критично. Ну, колба внутри почти чистая. Чуть-чуть налет. Это, видать, остатки этого угля, который из этого фильтра. Там осели снизу. Ну, кстати, запах вот из второй колбы очень неприятный. Если первую вскрыли, она просто грязная, и там вот такой вот ржавый налет, то из этой колбы такой вот запах канализации реально. Так, ну что, приступаем к третьему фильтру. Вот я снял третий фильтрующий элемент. Напоминаю, он из такого же материала, как и первый. Только первый 20 микрон, а этот 5 микрон. И должен сказать, что выглядит он куда приятнее, чем первые два. Вот на нем снизу виден такой темный налет, но это, скорее всего, остатки угля, которые перешли со второго фильтра. Он их отфильтровал, и вот сверху, видите, он уже, ну, немножко пожелтел, конечно. Но, опять-таки, пожелтел он снаружи, а внутри он белый. Для понимания, вода заходит в колбу снаружи фильтра, пропитываем его и внутри, и по внутренней части фильтра уже идет дальше через фильтр. Так что, в принципе, учитывая, что фильтр был целый год в эксплуатации, справился очень даже неплохо. Теперь осталось вымыть последнюю колбу, первые две я уже вымыл, вставить новые фильтра. Вот у нас вот есть такой угольный фильтр, Аквамаркет. Не знаю, хороший он или плохой, поэтому это не реклама. Это чисто эксперимент. И вот два вот таких вот фильтра, одинаковые. Ну, в смысле, что одной фирмы только один 20 микрон, второй 5 микрон. Сейчас я это все установлю на место, и можно будет опять пить чистую воду. В общем, такая была серия, посвященная фильтрам, воде, вообще здоровью, по большому-то счету. Так что, да пребудет с вами чистая артезианская вода. С вами был Денчик, вы были на канале Блог сельского жителя. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, кому понравилось видео. Пишите свои комментарии. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok